Всех приветствую на моем канале. Сегодня немножко разбодяжим тему ремонтов. И помимо холодильников и стиральных машин, мне знакомый принес компьютер и со словами ты же программист, просил его посмотреть. Отказывать не стоит, пока есть свободная минутка, почему бы и нет. По заявленной неисправности гудит, но не включается. Типичный случай. Запускаем, проверяем. Все это дело. Запустились вентиляторы, жесткий диск зашевелился, слышно, но ничего не происходит. Если мы так вот направим на монитор, то ничего не происходит. Сейчас покажу небольшую такую диагностику. Тем более, что у многих и в мастерских стоят компьютеры. Точнее не многих, а надеюсь у всех, потому что как без них сейчас. То есть ремонт электроники и так далее. То есть никак, в общем. Выключаем компьютер. Значит, все отключился. Значит, смотрим. Здесь у нас стоит внешняя видеокарта, помимо того, что есть внутренняя видеокарта. То бишь, сейчас мы ее отключим. Включаем от нее провод в ГАшный. Значит, сейчас снимем. Попробуем запуститься на встроенной видеокарте. Посмотрим. Может быть, просто видеокарта сгорела. Да, и то есть дальше он пусть сам выбирает менять ее или так работать. Вынимаем, подключаем. Запускаем. Так, все так же запустилось. Этот вентилятор гремит, уже отключен, видимо. Смотрим. И картинки почему-то опять нет. Так, значит, что мы делаем дальше? Дальше мы выключаем. Динамика здесь нет, поэтому послушать, скажем, по какой ошибке он пищит. Сейчас не представляется возможным. Где-то не валялся динамик, но сейчас попробуем пока, скажем, легкими манипуляциями. Значит, вытаскиваем оперативную память. Здесь две планки. Причем две планки разные. Значит, как обычно, пытаемся воткнуть все это дело по одной планке. Значит, одну планочку вставляем и пробуем. Так, смотрим. О, изображение появилось. Компьютер начал запускаться. Так, значит, теперь мы выключаем. Пробуем ставить вторую планку. Как бы такое бывает в нашей практике. Выдернул, вставил, все работает. Пыль, как бы, много факторов на это влияющие, но... Так, запускаем. Смотрим. Смотрим, смотрим. А изображения нет. Ага, нету. Значит, вот он и есть виновник. Не запуска компьютера. Одна планочка оперативной памяти у нас под замену. Собственно, из-за нее компьютер не загружается. Что мы теперь делаем? Логично ее мы убираем. Вставляем на место внешнюю видеокарту. Ну, не внешнюю, скажем так. Не встраиваемую. И пытаемся теперь запуститься с ней. Так, все, пока заворачивать не будем. Запускаемся. Смотрим. Смотрим, смотрим. А запуска-то и нет. Интересно. Так, вентилятор на видеокарте крутится. Все крутится. На изображении нет. Ладно. Значит, дабы исключить, что у нас помер слот на видеокарте. Где-то у меня валялась... На метелинской плате. Где-то у меня валялась такая видеокарта. Сейчас я попробую ее найти. Поставим и посмотрим, чтобы качать не вердикт поставить. Так. Нашел я у себя видеокарту такую. Вставляем. Подключаем провод выгашенный. И запускаем. Так. Смотрим. Изображение появилось. Значит, и того, слот на материнской плате живой. Значит, из-за этого всего что следует? Что каким-то странным стечением обстоятельств померла одна планка оперативной памяти и видеокарта. Ну, в общем, вот такая простенькая диагностика без подключения динамика и так далее. То есть, смотрим, потихонечку выдираем. То есть, все последовательно делаем. Разные случаи в практике попадались. И до сих пор попадаются. Потому что иногда приносят все-таки компьютеры и ноутбуки на ремонт. Поэтому, вот решил такую небольшую диагностику показать. Вдруг кому-то будет полезно. Ну, в общем, вот так вот у нас все получилось. В общем, отдаю этот компьютер. А там дальше пусть сам решает, что с ним делать. Продолжение следует...